Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Поняла, что у меня низкая самооценка, всю жизнь я не слушал своих желаний, трудно было сделать выбор в учебе и не врачах. Вот так дожила до 35 лет. Ну и дальше человек описывает свой опыт профессиональный, который я, пожалуй, зачитывать не буду, потому что это просто мысли о том, как можно сделать и какие-то сухие факты, цифры и так далее. Плюс обстоятельства определенные, жизненные, в том числе и объективные. На что я хочу обратить внимание, Мария? Я хочу обратить внимание на несколько вещей. Первое – это ребенок, который у вас постоянно болеет. Дети не болеют просто так. То есть, если ваш ребенок часто болеет, значит, на то есть причины, на то это основания. А какие у этого основания? Вопрос хороший. Очень часто, ну вот, такую слабость, скажем так, ну, слабый иммунитет, да, слабый иммунитет, связывают с гиберопекой родителем, с его тревожностью. С его, ну, таким, знаете, собственным, как бы, нежеланием, ну, работать, да, нежеланием как-то вот активно, так скажем, ну, заниматься своей деятельностью, своей реализацией. Вот, активно именно, именно активно. Вот, и, соответственно, ребенок это чувствует, да, и вот, как бы выдает вот такое соответствующее, скажем так, поведение. Вот, поэтому здесь, ну, в первую очередь, наверное, имеет смысл обратить внимание вам на себя, да, то есть, вот, на то, как вы сами, вот, вы сами конкретно, ну, относитесь вообще к своей реализации, как вы сами относитесь к своим, к своим каким-то проявлениям, да, и самое главное, ну, типа, если у ребенка сопли, да, то, как бы, ну, почему это так плохо, да, плохо, что настолько, что вам нужно брать больничный. Ну, вот, то есть, то есть, ну, я так понял, да, что, по крайней мере, исходя из вашего сообщения, что, ну, не так, не так серьезно человек болеет, да, чтобы из него брать больничный. Вот, поэтому у меня лично сложилось впечатление, что, вот, вы как-то используете болезнь, собственно, ребенка, да, для того, чтобы избегать, ну, работы, избегать своей какой-то вот... профессиональной своей деятельности, вот, хотя я, опять же, повторюсь, могу здесь быть неправным. Вот, если это так, то, ну, наверное, этому нужно уделить какое-то время, да, уделить этому внимание, потому что, ну, совершенно очевидно, что тут могут быть проблемы. Дальше. А вы сейчас, на мой взгляд, переживаете вполне естественно и вполне, ну, такие, знаете, закономерные чувства, вот, связанные с обидой, вот, связанные с, а, разочарованием, в том, ну, в том числе, в том числе, в себе, в том числе, в себе, в том числе, в себе, вот. И я бы, наверное, сказал, что он, в первую очередь, вот эти чувства, чувства обиды, чувства разочарования, ну, вот, а вам имеет смысл, конечно, прожить, потому что, ну, ну, просто будет, будет мешать вам это в вашей деятельности, да, и вы не сможете, как бы, ну, двигаться дальше, в этом смысле, в этом смысле слова. Ну, это, ну, это вот, такой, такой момент. Следующий момент заключается в том, что если вы игнорировали свои желания, игнорировали свои потребности, да, не слушали их и так далее, то, совершенно очевидно, что у вас была какая-то мотивация для этого. То есть у вас, ну, были вот некоторые основания для такого поведения, вот. И эти основания, вот, они ушли просто так. То есть эти основания, они, ну, присутствуют, они продолжают, что, присутствуют. Ну, вот, ну, вот, в вашей парадигме, скажем так. Вот. И, на мой взгляд, нужно, опять же, постараться увидеть их, эти основания, что они из себя представляют, да. И, соответственно, рассмотреть, а чего вы там хотите, в этих основаниях, что вам, что вам там интересно, ну, и так далее. Потому что, вполне возможно, что здесь точно так же замешана, вот, ваша потребностная сфера. Следующий важный момент. Вот вы говорите, что вы не слушали свои желания и так далее, а как это сейчас, вот, проявляется? То есть почему ситуация, которую вы описываете, связанная с противоречием, со сложностью выбора работы, вами интерпретируется, как следствие неприслушивания к себе. То есть вы говорите, что я не могу опереться, там, на свои ценности, да, и принять решение, которое, вот, ну, мне хочется, которое мне, там, нужно, важно и прочее. Окей. Хорошо. Но, почему вы думаете, что это из-за этого? На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, стоит страх ответственности, страх ошибки и некое обесценивание себя, чувство вины. Ну, вот, я думаю, что вы, то, свои желания слышали, но, и, вероятно, даже слышали, где-то в ситуациях, где вам казалось, ну, безопасным это сделать. Но, вот, на мой взгляд, тут совсем не обязательно про то, что вы не слушали себя и так далее. Да, самооценку, действительно, проблема, это правда, ее нужно повышать, ага, вот, и, по крайней мере, не повышать даже, а просто приводить, ну, в определенный баланс, скажем так. Ага, вот, но я бы сказал, что по поводу того, что вы не слушали свои желания, тут есть некоторые сомнения, я надеюсь, что эти сомнения я вам обосновал. Дальше. Вы мечетесь нечто тем, чтобы проводить время с семьей и тем, чтобы выбирать, значит, работу, ну, достойную. Вы говорите о том, что если ваш ребенок будет оставаться с отцом, то он будет смотреть телик, что там плохого, это первое. Второе, это выдает то, что вы занимаетесь гиперконтролем, как будто бы и гиперопекой, то есть вы стараетесь контролировать все. Вот, это выдает некую склонность к зависимости, да, к слабым личным границам, вот, к попытке определения или самоопределения за счет других людей, в частности, вот, за счет, например, ваших, ну, вашего ребенка. Что, понятное дело, не является чем-то хорошим, понятное дело, что это не является чем-то таким позитивным здесь, и от контроля, от такой вот сублимации потребности в реализации, да, необходимо, наверное, отказываться в пользу, ну, более, вероятно, таких прямых способов, да, и прямых путей, значит, достижения того, что вы хотите, вот. Потому что есть ощущение, что вы не свободно чувствуете себя сами, и есть ощущение, что не свободным же делаете, например, своего ребенка, вот. То есть, вы хотите, чтобы ваш ребенок делал, опять же, ну, что-то полезное, да, что-то, наверное, хорошее для себя и так далее, да, но уверены ли вы, что он это делает, это не интересно? То есть, если ребенок в свободное время будет смотреть телевизор, да, это не означает, что он не должен этого делать, не означает, что он поступает плохо, не означает, что он, там, обязательно деградирует или что-то вроде этого, нет, это лишь означает, что кроме телевизора ему ничего не интересно, например. И это вопрос главный, глава в том, что интерес, как составляющая деятельности, прививается родителями, но прививается не через директивы, не через указания, не через что-то такое, а прививается именно собственным поведением, собственным примером. Если вы не делаете что-то с интересом, то и ваш ребенок, кажется, вы не будете что-то делать с интересом, с интересом тоже просто потому, что, ну, у кого, у кого ему научиться, 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 вот, у кого ему научиться, как ему научиться, вот. Поэтому, я бы здесь не застрял внимание на то, что будет делать ребёнок, я бы здесь не застрял внимания на то, как он будет проводить своё время. А я бы здесь посмотрел всё-таки на то, что мы с ним продемонстрировать. Дело не в том, когда вы будете приходить домой и дело не в том, сколько вы будете проводить время с ребёнком. Вопрос в том, как. Если сейчас вы проводите с ребёнком много времени, но при этом вы не являетесь искренне с ним, не являетесь с ним настоящей собой, естественной, живой, то такое взаимодействие с ребёнком даже, ну, в большом количестве, ну, как бы весьма осомнительно по своему эффекту и по своему воздействию на личность маленького человека. Поэтому я думаю, что просмотреть воспитание, да, и взаимодействие с своей семьёй тоже необходимо. Но, повторюсь, здесь это довольно проблематично, потому что, как я уже сказал, на мой взгляд, вы используете болезнь ребёнка для того, чтобы избегать своей деятельности какой-то. Вот, потому что, ну, слабость иммунитета, да, она имеет своё, как бы, своё системообразование, и в данном случае оно выглядит так, именно с учётом тех особенностей, тех нюансов, которые вы описали. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. То, да, хочется сказать, Мария, что вы же не задали свой вопрос. Для работы с психологом необходимо сформулировать свой запрос, что и как вы хотите поменять. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...